Елена Ковригина – это единственный день, когда они представляют свое творчество. В остальные дни – обычная работа, не связанная с искусством. Откуда такая идея? Из Турции. Съездили, посмотрели, там популярно. И мы решили тоже здесь как бы внедрить. Только русская гормон, в столе не знает. Убор России до сих пор весело гуляет. А далее на набережной расположились сибирские подворья. Коллективы приехали из различных районов края. Здесь был праздник не только для души, но и для желудка. Абсолютно бесплатно горожане могли попробовать явства, привезенные гостями. Вот у нас наше подворье. Давным-давно уже наши столы опустили, все наши шанишки, все наши рыбные пироги ушли за несколько мгновений. И всем очень нравилось. Была копченая рыба ангарская, была горилка. В общем, гуляния продолжались до самого вечера. Выступали не только приезжие и местные коллективы, но и обычные зеленогорцы, которые не хуже владеют искусством русской народной песни и танцев. К восьми часам вечера основная масса горожан отправилась ко дворцу культуры ЭХЗ. По признанию самих зеленогорцев, большинство из них пришли на площадь только ради предстоящего выступления приглашенных звезд, группы отпетые мошенники. Местные красноярские коллективы интересовали зрителей намного меньше. Подробнее об этом в материале Алексея Федореева. На центральной площади Зеленогорска было необычайно много совсем юных горожан, остававшихся здесь до последней минуты концерта. Объясняется это довольно просто. Основная масса поклонников звездных гостей как раз подростки. Мошенников, соответственно, как это? Наших вместо музыкантов мы всегда видим. А мошенников не всегда такое у нас в городе. Впрочем, были и взрослые зеленогорцы, которые за 10 лет работы отпетых мошенников стали их горячими поклонниками. Ну, я даже с работы отпросилась на два часа, чтобы посмотреть их. И лишь совсем редкие зрители ждали не концерта мошенников, а просто начала музыки. Начало музыки. Начало праздника, который здесь нашим в этом месте не нравится. Больше на стадионе нравилось. Яну Терновскую хотим послушать. Сейчас о мошенниках речь. Ее давно не слышали, да? Ну, хочется послушать. Очень хочется. Концерт, как это нередко случается, начался с опозданием. Первыми для гуляющих горожан выступали гости из Красноярска. Трио под названием «Диез» исполнило несколько старых шлягеров. Затем на сцене появились известные, но уже подзабытые зеленогорцы, сейчас работающие в других городах. Бон Хэй, Сергей Куренков со своей супругой Ольгой Лозиной, Яна Терновская. Все они, отметили зрители, сильно изменились. При этом, с удовольствием говорили многие знатоки, выросли в профессиональном плане. Бывшие зеленогорцы вместе со своими коллегами из Красноярска и районов края пели и танцевали для горожан больше двух часов, пока опоздавшие мошенники готовились к выходу. Тем временем ведущие изредка пытались подбодрить несовершеннолетних зрителей, щедро раздавая газировку. Когда же на сцене появилась известная всей стране группа, милиция едва могла сдержать напор обезумевших отчасти тинейджеров. Не обошлось и без печальных происшествий. Некоторые подростки не рассчитали собственных сил и после двухчасового ожидания просто теряли сознание, так и не увидев своих кумиров. Мошенники вполне оправдали ожидания зрителей. Даже те, кто не слишком любит подобную музыку, признавались, что остались в восторге от выступления звездного коллектива. За 10 лет существования группа отлично научилась владеть вниманием зрительской аудитории. К сожалению, присутствие звезд на сцене было не слишком продолжительным – около часа. Но нельзя сказать, что горожане, еще пять минут назад радостно танцевавшие под музыку известных хитов, сильно расстроились. Площадь опустела, едва мошенники ушли со сцены. Оставив, как обычно, после себя горы мусора, горожане плотным потоком устремились к устью барги, где их ждали лазерное шоу и юбилейный фейерверк. Непривычное для зеленогорских глаз лазерное шоу понравилось не всем. А вот долгожданный салют не оставил равнодушным никого. Фейерверк был очень красивый, все очень здорово, и звездочки как улетели с шариками. А что больше всего понравилось?